6 сентября Церковь чтит память преподобномученика Серафима Шахмутя. Будущий преподобномученик Серафим в миру Роман Романович Шахмуть родился 15 июля 1901 года в деревне Подлесе Минской губернии в бедной крестьянской семье. Кроме него в семье было еще два брата и семеро сестер. Семья рано осталась без кормильца, но, несмотря на крайнюю нужду, Роман сумел закончить двуклассное народное училище. В 1916 году поступил послушником в Минский Свято-Духов мужской монастырь. Спустя время стал псаломщиком. 1 апреля 1923 года был пострижен в монахе с именем Серафим в Жировецком Свято-Успенском монастыре. Благодаря редким певческим способностям ему было поручено клиросное послушание. В 1926 году отца Серафима рукоположили в аиродиакона. В 1935 году – в аиромонахи. До 1937 года он служил в деревне Курашево-Вельского уезда, где занимался активной миссионерской деятельностью среди тех местных жителей, которые в 20-е – начале 30-х годов были соврещены в унию восточного обряда. Многие из них, благодаря знакомству с отцом Серафимом, вновь возвратились в лоно православной церкви. В 1938 году отец Серафим участвовал в крестных ходах Жировецкой чудотворной иконы Божьей Матери, которые проводились с целью защиты православия от посагательств римокатоликам. Неся крест монашеского послушания, отец Серафим вел строгую аскетическую жизнь. В Жировицах он одно время жил при Свято-Георгиевской кладбищенской церкви, которая никогда не отапливалась. В 30-е годы отец Серафим познакомился с архиепископом Пантелеймоном Рожновским, находившимся в Жировицком монастыре в заточении за сопротивление, оказанное им провозглашенной в 1925 году автокефалией православной церкви в Польше. Именно под влиянием владыки Пантелеймона отец Серафим постепенно сформировался как монах высокой духовной жизни. В конце 1939 года владыка возвел его в Сан-Игумена, немного позже — в Сан-Архимандрита. В августе 1941 года по благословению митрополита Пантелеймона отец Серафим покинул Жировицы и выехал в направлении Минска для налаживания церковно-приходской жизни. Благодаря деятельности отца Серафима в годы Великой Отечественной войны в Восточной Белоруссии были открыты многие православные храмы, бездействовавшие в довоенный период гонений. Церковь получила некоторые облегчения. Наметилось восстановление приходской жизни. Он посетил множество оселений, собирая на имя митрополита прошения верующих об открытии приходов и многих крестил. Также он собирал материалы о преследованиях православной церкви в Белоруссии. В январе 1942 года архимандрит Серафим с другими священниками отправился дальше в сторону Витебска с целью миссионерской проповеди. Витебске отцом Серафимом была написана краткая корреспонденция, напечатанная в газете «Новый путь», в которой рассказывалось об открытии церквей, описывалось, с какой радостью приветствуют это верующие, в том числе молодежь и даже дети. Эти высказывания отца Серафима в дальнейшем были занесены в протокол следствия. Некоторое время священники служили в Гомеле, одновременно посещая окружные приходские храмы. Недалеко от Гомеля миссионеры открыли женский монастырь, собрав 30 сестер. Правда, монастырь просуществовал недолго, его закрыли в 1923 году. Во время поездки в годы войны священнослужителями было открыто 74 храма. В материалах, которые собирал отец Серафим, говорилось, что ко времени посещения им в Восточной Белоруссии на всей территории не было ни одного епископа, причем нигде не было, за исключением Орши, ни одного открытого для богослужения храма. Что духовенство в большинстве своем и повсеместно было сослано, заточено в тюрьмы, а многие даже расстреляны. Что церкви были превращены в клубы, театры, амбары, и многие из них разрушены. Что почти все церковное имущество было разгромлено и уничтожено безбожниками. После миссионерской поездки отец Серафим служил в Минске и нес пасторское окормление больниц и детских приютов города. В 1943 году был назначен настоятелем Свято-духовой церкви Минска, ныне Кафедральный собор. В июне 1944-го, перед освобождением Минска советской армией, отец Серафим выехал в Гродно, где служил в храме монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В Гродно ходил по лазаретам, проповедовал, причащал раненых. 6 сентября 1944 года миссионеры были арестованы в Гродно за пособничество немецким оккупантам. В течение пяти дней их допрашивали в Гродно, а потом привезли в Минскую тюрьму. На допросах арестованные священники держались с мужеством. Одному Богу известно, что пришлось пережить им на допросах. Их продержали под следствием ровно 10 месяцев, так ничего и не добившись. 7 июля 1945 года по особым совещаниям при НКВД СССР отец Серафим был приговорен к пяти годам заключения в лагере. По рассказу одного из духовных чад батюшки, день Пасхи 1946 года отец Серафим радостно приветствовал своих собратьев по заключению. Христос воскресе! Это вызвало ярость лагерного начальства, и в наказание его поместили в карцер, где он находился по пояс в воде. Отец Серафим скончался предположительно в 1946 году в тюрьме НКВД СССР по официальной версии от сердечной недостаточности. Архимандрит Серафим Шахмут причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года. Архимандрит Серафим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин